йоу кабаны с вами макс пояснит помните совсем недавно я распаковывал вот такую вот огромную коробочку с кроссовками так вот оттуда я достал вот такую вот замечательную пару под названием nike air max 720 тогда я еще сказал что я очень недоволен тем что мне выпала именно данная пара потому что я в принципе не люблю эти кроссовки потому что я считаю что они мега непрактичные мега неудобные и вообще никому не рекомендую их покупать но также в том ролике еще и сказал что дам им ровно месяц и за тысячу их в реальных условиях потому что многие из вас писали мне мол макс да эти кроссовки очень удобные в них очень комфортно да чё ты гонишь да тебе проплатили ты козел и я тогда сказал окей ребят я даю этим кроссовкам ровно месяц я похожу в них сквозь боль сквозь уныние в общем я постараюсь разглядеть в них хотя бы что-нибудь хорошее и пацаны я отходил в них ровно месяц и я готов дать полную рецензию по поводу данных кроссовок и по поводу данной амортизационной системе так что ребятки усаживайтесь поудобнее и готовьтесь к просмотру ах да и я напомню вам что данную пару кроссовок мне прислал крутейший магазин кроссовок под названием king store в котором в данный момент действует 20 процентная скидка на абсолютно весь ассортимент по промокоду поясни так что ребятки скидка просто очень огромная переходите по ссылке в описании в магазин и покупайте себе кроссовки любые на вкус и аромат потому что предложение так сказать скоро истечет и акция закончится и промокод действовать не будет поэтому кто успеет урвать кроссовки с 20 процентной скидкой тот успеет а кто не успеет ну извините меня поэтому ребятки king store ссылка в описании закупайте с кроссами крутыми и живите счастливо тем более скоро новый год сделайте себе подарок и кому-нибудь еще подарок в общем king store ссылка в описании ну чтож давайте-ка начнем разгром этих кроссовок почему разгром да потому что ребятки я месяц в них отходил и я просто не знал когда этот месяц закончится потому что ходить в них просто невозможно но камон кроссы стоят больше 200 долларов и что мы получаем взамен во первых я боялся ступить лишний шаг чтобы не знаю не наступить на какой-нибудь острый камушек не наступить на какой-нибудь гвозди ли хотя бы минимально что-нибудь острое потому что вот эта вот подушка она столько ранимая что просто страшно реально ходить в этих кроссовках ну камон отдал 200 баксов за кроссы и что мне пробить ее на какой-нибудь камушек и все деньги на ветер но согласитесь что мы с ними сделаем если мы проколем вот этот вот сраный баллон но уже ничего не сделано мне заклеит никто абсолютно никто эти кроссовки нам уже не золотая тем не заклеит так что если вы пробиваете этот баллон то извините меня вы просто выбрасывайте эти кроссовки и выбрасывайте свои деньги на ветер дальше я не знаю может быть это связано с тем что я вешу 80 килограмм но 80 килограмм извините меня это не такой уж большой вес чтобы вот это вот подушка при ходьбе прогиналась так как будто бы моя нога падает в какую-то яму но вот серьезно я не чувствую себя уверенным когда хожу вот в этих вот кроссовках каждый раз когда я наступаю на пятку эта подушка продавливается так как будто бы я не знаю моя нога проваливается в потусторонний мир и падает в какую-то яму реально мне лично вообще не комфортно и не могу привыкнуть к этой херни и я не знаю сколько нужно весить чтобы чувствовать себя в этой вот подушке комфортно 50 может быть 30 окей тогда нужно было найку сразу сказать что эти кроссовки мы делаем для девочек потому что нормальные мужики которые весят больше 60 килограмм ну не смогут ходить адекватно в этих кроссовках реально мне лично было вообще некомфортно они продавливаются и и чё мне чё скинуть 20 килограмм для того чтобы ходить в этих кроссовках но извините меня я не для это наверное кроссовки для похудения я понял то есть чтобы мне стало комфортно ходить в кроссовках мне нужно начало сначала похудеть а ну тогда другой разговор хорошо будем значится худеть и так следующая претензия моя заключается в том что в данных кроссовках подвернуть лодыжку проще чем я не знаю ступить шаг потому что жесткие фиксации подошвы здесь просто нет то есть вы понимаете мы немножечко наклоняем ногу и баллон вот так вот прогибается немножечко в эту сторону нагибаем ногу и баллон тоже прогибается то есть мы один раз вступили как-то неаккуратно неловко и все вы лежите в транпункте с наложенным гипсом и зачем мне это нужно в кроссовках которые стоят больше 200 баксов ребятки я не знаю в каком нужно быть здравие в каком нужно быть уме и разуме чтобы сказать что вот эти вот кроссовки удобные комфортные и вообще крутые да ребятки я согласен у них очень крутой дизайн и выглядят они очень-то футуристично необычно и красиво но покупать кроссовки из-за одного дизайна и с пеной у рта доказывать всем что они удобные извините меня это слегка глупо да они красивые я согласен я могу сказать всем да у меня красивые кроссовки и я согласен что их можно иногда надевать но покупать их на постоянную носку каждодневную это просто самоубийство вот реально эти кроссовки я буду надевать на какие-нибудь мероприятия может быть очень редко нужно будет в них выйти куда-нибудь там где чистая дорога нет никаких там кочек камней гвоздей где аккуратно можно будет часик походить провести время надеть красивые хорошие не дешевые кроссовочки и как бы вот на выход до кроссовки неплохие но кроссовки как на повседневную ходьбу и носку извините меня нет есть варианты получше подешевле поудобнее и покруче поэтому ребят что я могу сказать практичность здесь нулевая удобство вот такое на тройку из десяти по красоте хорошо крепкая девятка я думаю стабильно поэтому имейте ввиду ребята покупать эти кроссовки на повседневную носку повседневное использование повседневную ходьбу я не рекомендую абсолютно никому покупать как просто экземпляр чтобы был вашей коллекции то да почему бы и нет в общем ребятки вот такое вот мнение у меня сложилось после одного месяца интенсивной носки данной пары кроссовок я не знаю можете со мной соглашаться можете не соглашаться можете дальше бросать в меня камни из пены у рта доказывать что эти кроссовки удобные и я вообще ничего не шарю можете спасибо конечно почему бы и нет то есть пожалуйста в общем ребятки таково мое мнение вы можете с ним согласиться можете не согласиться в общем все что вы думаете можете написать в комментариях я с радостью прочту сделаю выводы а может быть и не сделаю в общем выводы я уже сделал по данной паре кроссовок поэтому как бы мне уже делать выводы не нужно короче ребятки спасибо за просмотр всем удачи всем пока удачи всем пока